Сегодня, 20 сентября, муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с учёными-богословами и имамами всех муниципалитетов региона. На встрече с муфтием также присутствовали его заместители, а в качестве модератора выступил председатель муфтията Шамиль Алиханов. После традиционного начала чтения аятов священного Корана, шейх Ахмад Афанди обратился к богословам. Муфти Дагестана озвучил ряд очень актуальных тем, призвав Алимов обратить на них особое внимание. Одним из первых вопросов поднятым шейхом стали выборы на государственные должности разных уровней. Приседатель Совета Алимов в очередной раз напомнил религиозным деятелям о недопустимости их участия в выборах в различных политических процессах и о неприемлемости использования мечетей для предвыборной агитации. В прошлом году целый год, неделю один-два раза, вот это я в Можлисах повторил, каждую неделю по два раза. Мы ни при каких ситуациях выборы не должны вмешиваться. Даже члены нашей семьи, если будут куда-то выдвигаться, и в этом случае мы не вмешиваемся. Мы им говорим, мы люди религиозные, я религию выбрал для себя. Далее духовный лидер говорил о семейных ценностях, обеспечении мужем семьи и уважительном отношении мужа к своей супруге, что зачастую отсутствует, по словам Уфтия, в семьях. Вот здесь тоже был вопрос затронут насчёт жён. Некоторые мужчины, хотя верить, это трудно, не кормят, не держат, нафака не даёт, это, конечно, недопустимо. Облагораживание внутреннего мира – это тема, которая никогда не остаётся без внимания шейха, так как в основе правильного воспитания и примерного поведения в обществе лежит благой нрав. Ещё хочу вас призвать, чтобы у нас были хорошие нравы. Вы постарайтесь соответствовать вашей работе, должности, ответственность, чтобы вы чувствовали, и охладность, чтобы вы улучшили. Мы претендуем в мире, чтобы Дагестан был хорошим уголком по отношению к нраву. Чтобы в любом месте говорили, если скажут, что дагестанец вот такой подлый поступок совершил, чтобы этот человек не дагестанец, чтобы сказал, нет, дагестанцы не способны на это, у них нравы хорошие. Вот до этого нужно довести разум людей, а для этого нам надо работать хорошенько. Это зависит от вас. Вы постарайтесь. Если мы будем стараться, Аллах нам силы даёт. Также шейх Ахмад Афади в беседе с Алимами вспомнил о благотворительной работе по оказанию помощи нуждающимся в период пандемии, когда дагестанцы сплотились и не остались без поддержки тех, кто нуждался в ней, независимо от конфессиональной и национальной принадлежности. Во время пандемии тоже наши представители сказали, не различали людей по вырисповеданию даже. Это важно, потому что человек несостоятельный, нуждающийся человек. Вот сейчас у него спросите, какой веры, какой нации, какого района. Это, я думаю, не стоит, потому что во время войны, в Великой Отечественной войне, наши предки, их спасали там в окопах русские. Может, наши русские тоже кое-кого спасали. И своих детей их именами называли они, потому что это жизненный человек спас. И там в окопах же не спросите, какой веры, какой нации, какой регион. Поэтому здесь тоже, когда человек нуждается, вы правильно заметили вот это. Постарайтесь вот по мере возможности помогать. Одним из вопросов, на который муфти Дагестана попросил имамов обратить особое внимание, стал процесс погребального обряда, его строгое соответствие нормам ислама, без смешивания с адатами, приносящими вред обществу. У охвахцев есть хороший обычай. Они, когда человек умирает, вместе с Джаназа, сами близкие, родственники, кому нужно выразить соболезнование, ездят туда в селение, с Джаназа вместе. Остальные никто не ездит. Первое воскресенье, после смерти, они приезжают сюда, с 9 до 12 одно место принимают всех, кто хочет выразить соболезнование. Пожалуйста, как хорошо. Как хорошо. Три часа, не целый день, не неделя. С 9 до 12 допустим. Хороший обычай. Говоря о работе религиозных деятелей, ших Ахмад Афмани призвал благодарить Аллаха за возможность работать во благо общества, что является огромной милостью Создателя. В рамках расширенного собрания, духовный лидер заявил о прекращении деятельности отдела примирения, функционировавшего при муфтиате. Он поблагодарил сотрудников отдела за колоссальную работу по разрешению конфликтной ситуации и примирению сторон, проделанную ими за время функционирования. В ходе встречи муфти также принял отчеты о проделанной работе в территориальных округах.